МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости 5-го канала. В студии Денис Шабуров. И в самом начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Дорогу подняли, и вся вода теперь поступает во двор. У жителя Каннского двора ручьем стекает вода. Причем проблема оказалась связана с благоустройством дороги. Зачисление 1-й класс начинается с 1-го апреля. Прием заявок в 1-й классы начнется уже 1-го апреля и пройдет в два этапа. Ребятишки молодцы, без одного поражения. Ну и счета были крупные, можно сказать. Юные хоккеисты Каннского района вернулись с победой. Ребята приняли участие в детских спортивных играх «Юный олимпийц». А теперь обо всем подробнее. У благоустройства бывают последствия. К жителю дома на улице Красной Иланка после проливных дождей и таяния снега вся вода бежит во двор, затапливая его постройки. Произошло это из-за подъема ближайшей дороги, сетует мужчина. Ну вот баня затоплена полностью, флягу уже скрыла. Топит баню, правда, не дровами и не сам хозяин, а вода. Данное видео снял владелец дома под звучным номером 13 на улице Красной Иланка. Этой весной ему пришлось вновь надевать болотники, чтобы перемещаться по собственному двору. Мужчина рассказывает, ручей с дороги сюда начал бежать еще осенью прошлого года. Тогда в местной мэрии ему пообещали помочь. Однако ситуация повторилась. Мастер говорит, пошлю, а мастер не приехал таково, просто с ведрами уже надоело. Вся вода во двор заходит и затопило баню полностью, все в бане плавало, там флягу даже не видать было уже. Мужчина рассказывает, возникла эта проблема ровно после того, как дорога, которая проходит мимо его двора, была благоустроена. Если раньше вся вода здесь стекала вниз по ручью, то теперь в результате ремонта низиной стал его двор. Дорогу подняли, и вся вода теперь поступает во двор. Как сообщили в городской администрации, накануне данное место посетил специалист. По его словам, чтобы оценить ситуацию в целом, сейчас необходимо прочистить ливневки и избавиться от воды в них. Будут ли применены какие-либо меры для предотвращения очередного потопа, в местной мэрии пообещали сообщить в ближайшее время. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Каннский район попал в список территорий Красноярского края с высоким риском происшествий на воде в апреле. Сейчас с приходом плюсовых температур в верховьях региона начал активно таять снег, что может привести к подтоплению населенных пунктов, в том числе и некоторых частей нашего города. Каннские спасатели уже подготовили необходимое оборудование и технику для оказания помощи людям, а также прошли дополнительную подготовку. Все противопаводковые и паводковые мероприятия прошли на оценку удовлетворительно. При необходимости, при угрозе паводка, наше учреждение готово предоставить силы и средства для наращивания. Это техника высокой проходимости, это дополнительный плавсредства и дополнительный личный состав. Под особым контролем у нас остается остров Восточный, дачный массив района мясокомбината, это район Красного Огородника, первая, вторая набережная и дачный массив района поселка Строителей. С 1 апреля стартует прием заявок в первые классы. Для того, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным, в прошлом году в силу вступил новый порядок. Теперь прием осуществляется в два этапа. Кроме того, продолжает действовать преимущественное право для будущих первоклассников, у которых братья или сестры уже обучаются в школах вне зависимости от территориального закрепления. Зачисление первой классы начинается с 1 апреля по 30 июня для детей, которые находятся по территории за закрепленной образовательной организацией. То есть с 1 апреля имеют право подавать преимущественные льготы и за закрепленные территории. То есть там есть первоочередная, она тоже распространяется на территорию. То есть они имеют льготу за школу, которая за ними закреплена. Потом 6 дней идет перерыв для издания приказа, ну и проверки, сколько свободных мест остается в образовательной организации. Дальше идет второй этап зачисления. То уже родители могут обратиться в любую школу, в которой есть свободные места, которые они считают для себя более удобной. И продолжается этот этап до 30 августа. Родителям, которые хотят, чтобы их дети поступили в школы, не закрепленные, за ними рекомендуется подавать заявки и в то, и в другое образовательное учреждение. Для этого необходимо обращаться непосредственно в школы со стандартным пакетом документов. В Красноярске задержавшие девушку с рыжьем воспитатели детсада рассказали подробности случившегося. С ними пообщались наши краевые коллеги. Подробности в их сюжете прямо сейчас. Я крикнула своей напарнице «Ира, у нее оружие». Вижу, что уже Наталья Сергеевна лежит с этой девушкой на полу. У нее столько силы, я еле-еле удержала ее. Сначала следователям, а теперь журналистам Ириной, Евгения и Наталья, обычные воспитательницы рассказывают, как скрутили вооруженную девушку. В понедельник застрелив у себя дома отца и спрятав ружье под пальто, 19-летняя красноярка пошла убивать. И не куда-нибудь, а в детский сад. В этот детский сад девушка уже приходила 25 марта. И как теперь уже точно известно, не для того, чтобы устроиться на работу, а чтобы осмотреться. Об этом она сама рассказала на допросе. 28-го числа она пришла сюда вновь, но на этот раз уже убивать. Как сама призналась, расстреливать собиралась только мальчиков. Понимала, что внутрь будет попасть непросто, поэтому выдумала младшего брата. В это время в саду был сон час, дети мирно спали. Возможно, поэтому странного вида девицу заметили почти сразу. Первой с ней столкнулась Евгения Толстая. Она и вывела ее из группы в коридор. И обратила внимание, что зашла девушка подозрительной внешности. Неспокойно себя вела, была в одном сапоге. Она пыталась что-то вроде раздеваться, снимать платок. Ну, затем распахнула свое пальто. И тут передо мной, перед глазами встала картина. Вставлено ружье у нее в брюки. Дальше, признаются женщины, все было быстро и почти не страшно. Понимали, на испуг просто нет времени. Скрутить хрупкую, на первый взгляд, девушку оказалось нелегко. Завязалась борьба. Пока я ее держала, это ружье, я, ну, вот Ира помогала, потому что я одной рукой не могла отодвинуть ружье. И потом, когда выхватили ружье, у нее сразу же оказался этот баллончик в руке. Я вообще прям сильно напугалась, потому что я думала, что это у нее какая-то граната там. Ну, просто большой палец. Ну, как, знаете, вот фильмы. В выстреле девушка все же успела, попала в стенку. И, кажется, понимать, что же все-таки произошло, женщины начали только сейчас. Ну, сильно ухо заложило, я прям в ту секунду подумала, блин, прям как в фильме. Ну, почему-то, я не знаю, может быть, она думала, что выстрелит, и все, сразу все разбегутся. Но, наоборот, другая реакция. Вот она выстрелила, наверное, она в этот момент или расслабилась, почему-то удалось выхватить вот это вот оружие. И все, и потом дальше уже и с наручниками прибежали, и уже мои ноги связали, и втроем вот так сели на нее и держали. Дети хоть и начали просыпаться от странного шума, но ничего не увидели. Их вывели через другую дверь. Девушку увезли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство двух и более лиц, а также малолетних. Обвинение девушки стрелку пока еще не предъявлено. Сейчас следователи собирают все материалы этого дела, но до 27 мая она проведет под стражей. Такое решение вынес железнодорожный районный суд. Анастасия Тилия, Александр Ермошенко, Енисей Новости. Сразу после рекламы узнайте о поступке года, соревновании юной олимпийцы и другую интересную информацию. Не переключайтесь. 7 апреля шедевры Чайковского и Бетховена в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра и виолончелиста на реках Назаряна на сцене Дома культуры города Каннска. Подробности на сайте crossfield.ru Продолжение следует... 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 Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Привет! Нет! Хоккеисты Каннского района приняли участие в детских спортивных играх «Юный Олимпийц-2022». Соревнования проходили в поселке Подгорный. В нем также приняли участие ребята из других территорий региона. Но стать чемпионами и вернуться с победой удалось лишь хоккеистам из Каннского района. Подробности в сюжете Кристины Куч. На льду восток арены чемпионы. Эти еще совсем юные хоккеисты уже успели сразиться с 10 сильнейшими командами региона и завоевать золотые медали. Ребята вернулись из поселка Подгорный, где состоялись детские спортивные игры «Юный Олимпийц-2022». Матчи бесспорно дались парням нелегко, но говорят, результат стоит того. Перед играми тренировались два раза в ледовом дворце и у себя в селе. Тяжело удалось финал и полуфинал в селе. Почему? Самые сильные команды встретились в финале. Несмотря на все трудности, юные хоккеисты утверждают, победа не только их. Также это заслуга и тренеров, которые поддерживали, вверяли уверенность и проводили регулярные тренировки. Меня воспитывал мой тренер Зайнулин Юрий Тимофеевич. Спасибо ему за это, что мне удалось достичь таких высот. Забил голов я достаточно. Но больше я помогаю защите. А на соревнованиях я играл в нападении. К слову, в команде играют представители сразу нескольких поселков Каннского района. Объединить их в одну команду было решением тренера. И как оказалось неплохим, в нее вошли представители Филимонова, Остафьевки и Макруши. Ребятишки молодцы. Без одного поражения. Ну и счета были крупные, можно сказать. Нынче сильнее сыграли, чем в том году. Ну счета были, доходили счета под группой 14-0, и 12-0, и 7-0, и 8-0. Под группой в Скодинском 7-3. В финале в Скодинском 6-2 в нашу пользу. Для ребят это не первая победа. Ранее они уже ездили на различные соревнования и возвращались не с пустыми руками. Стоит отметить, что большую поддержку и помощь хоккеистам оказывает администрация Каннского района. В этом году им были выделены деньги на приобретение новых коньков. А на средства спортшколы «Барс» обновили другой не менее важный инвентарь. Кристина Куща, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Мир не без добрых людей. Это на своем примере доказали победители конкурса общественного признания «Поступок года», который прошел в Красноярском крае. Всего в этом году на суд жюри поступило более 30 заявок с разных уголков региона о поступках, совершенных как сотрудниками полиции, так и смелыми гражданами, которые сделали героический шаг ради спасения жизни человека и пресекли преступления. По итогам отбора победителями стали 13 человек, среди которых и наш земляк Кирилл Ларкин. Житель Каннского самостоятельно задержал грабителя и передал его прибывшим полицейским. За свой подвиг вместе с остальными героями, что не носят плащей, он был награжден грамотной статуэткой, а также памятным подарком в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю. «Это был обычный вечер, это была обычная прогулка с девушкой, и ничего не предвещало, так сказать, беды. Я просто услышал крики о помощи женщины, и, ну, конечно, сначала я замешкался, растерялся, но потом до меня дошло, и я решил помочь. Я подбежал к женщине, переспросил в первую очередь, «Вам нужна помощь? Это ваша сумка?» Она сказала, да, и я незамедлительно побежал и догнал». На этом у нас все. С вами был Денис Шабуров. Всего доброго, до свидания. Любые нужды. Современные холодильники с полувековой историей. «Бирюса» с любовью из Сибири для всей России. Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Подпишись на YouTube-канал. Хорошо, что в свое время научили. Ну, тогда мы тоже чайку. А за улов потом. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 20520. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!